Молодой человек, хватит эпатажа. Хватит убивать детей Донбасса. С таким призывом еще пять лет назад выступили известные певицы, сестры-близнецы Татьяна и Елена Зайцева. Нет, на обоих, пожалуй, не хватит. Что в то время, когда многие из их коллег по шоу-бизнесу предпочитали не замечать обстрелы со стороны официального Киева. Хватит уже, наверное, а! Яркие, эффектные блондинки. В 90-е от эстрадного дуэта сестер Зайцевых было не оторвать глаз. Надо же было тебе такое придумать, ну ты дебил. Все последнее время Татьяна и Елена Зайцева занимаются помощью жителям наших новых территорий и спасают братьев наших меньших. Так, это тут всякими художествами занимаются. И ради этого артистки не жалеют ни средств, ни сил, ни души. Деградируют. Борь, ну начнем с того, что наша судьба изменилась. Мы никогда не думали, что оно вдруг так получится. С чего это вдруг? Татьяна, у нее же муж американец. Да ты что? Он родился в Америке. Родился в Америке, но он настолько стал патриотом нашей Родины. Вы что лепите куры? Вы что? Мы все сами. Несмотря на все ту ложь, которая именно там, в Америке льется. Несмотря на родственников его американских, которые наверняка говорят, что обезут. Вот крысеныша. А таким хорошим мальчиком рос. Но предки, Ника, русские. И вот эта русская перебила все на свете. А вы что за шкварки? А пупели, что ли? Вы даже не можете представить, сколько он там имеет проблем из-за того, что он живет сейчас в Москве. В это тяжелое время с русской. Да вы что? На фронте вы помогаете сегодня очень много. Я знаю, в какой момент вы стали это делать? Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. С самого начала. Интересненько, интересненько. Самое интересное, что вот какой-то зов, как будто вот кто-то нам сказал. Ну так говоря, как когда кто-то мозги делает. Мы начинали где-то в храме, когда я была на воскресной службе, на двери увидела, что кто чем может помочь Донецку фронту. Пакетик требуется? Нет. Я пришла с двумя пакетиками. Все в меня. Не дай бог. Это было мое начало моей благотворительности. Началось все в 90-е, короче. Мне показалось это недостаточное. И вечером я принесла уже 10 пакетов. Схватив в охапку все пакеты, я выбежал, поняв вот это. Пакеты, путь через века. Тут затряслась моя рука от осознания такого. Что вы принесли? Продукты, просто продукты. А я одежду принесла. Татьяна принесла одежду. Вот медленно-медленно мы начались. А теперь то же самое, только медленней. Медленно-медленно мы начались. А куда конкретно? Да нахэ. А потом, когда мы услышали по телевизору, что Михалков говорит, что надо народ приучить. К чему ты клонишь? Мы долгое время жили именно в том мире, где свобода полная была. Той помощи не было. Не было той ситуации. Но мы помогали животным всегда. Дама с собачкой. Я был в Мариуполе, в других городах Северодонецка. И ты уж сбегают потерянные, голодные, домашние. Видно, что домашние породистые животные. И они остались без хозяев. Может, он действительно психически больной? Это страшное зрелище. Ну, вот и славно. Как славно, как хорошо, что и у вас, Татьяна, и у вас, Лена. За окном огоньки Москвы, а никакой не Амстердам. Хочу увидеть их лица, пока Москва еще горит. Вы сказали, что пожертвуете миллион рублей нашим бойцам. Дай 10 рублей! Дело пахнет миллиардом. Мы так хотели, вот, вы знаете, что-то внести, вот, поделиться своим гонораром, который мы зарабатываем, просто поделиться, чтобы вот просто сделать низкий поклон. И вы за то, что они делают. Так вот, что они удумали. Ну, артисты. Они многостаночницы. Выполняют план.